Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе во всей тюрьме. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе во всей тюрьме. Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе, Слава Тебе во всей тюрьме. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Так велик, мы поем наш Бог. Так велик, увидит все наш Бог, наш Бог, наш велик. Аллилуйя! Воскликни, Аллилуйя! Такого великого Бога ни у кого больше нет. Все боги народов ничто, а наш Бог, Он великий Бог. Но что Он сотворил небо, Он сотворил землю, тебя, меня, и Он все вопросы решает. Даже если кто-то мешает Ему, Он его убирает. Аминь! Я поздравляю всех вас, уважаемые друзья, с тримя праздниками. Ар трис святки. Прямо три в одном. Тише трис веном. Во-первых, рождество. С Новым годом. И с днем рождения, церкви новой поколения. Нам 31. Так что с тримя праздниками всех поздравляю вас. Здоровья, крепости, веселиву, спеку, мудрости, пудриву и мощного физического и духовного иммунитета, чтобы никакая зараза не пристала. Падут возле тебе тысячи, и 10 тысячи оттеснуй тебя, но к тебе не приблизиться, потому что Бог заповедал ангелам своим хранить тебя на всех путях. Ангелы Божьи, вот наша вакцина. И Дух Святой, живущий в нас, вот наш иммунитет. Тот, кто в нас, он больше того, кто в этом мире. Амэн! Воздайте ему великую славу. Огромное спасибо. Торжественное, великолепное прославление. Присаживайтесь, друзья. Как мы уже и говорили, это служение посвящено первым, благодарности за весь прошедший год. Мы собрались, чтобы прославить Господа за то, что он провел нас через это безобразие 20-го года. Что только мы не видали, ко только мы не видели, и с трудом все представили, как будет ситуация. Но что бы там не происходило, его рука не сократилась, чтобы спасать, и уха его не отяжелела, чтобы слышать. За что благодарить? Да за то, что ты не под капельницами лежишь. Да за то, что ты не на кладбище. Мы не потеряем волю Божью на этой земле. И вот в эти смутные времена проверяется нашу фундаменту, наши корни, наши настоящие жизненные убеждения. И я благодарю Бога за каждого из вас. Благодарю Бога за то, что в этих отчаянных обстоятельствах мы не отчаяиваемся, потому что наша вера это не просто религиозные домосли, а это та реальность, это тот фундамент, тот краеугольный камень, на котором зиждится наша жизненная философия, мировоззрение и наше служение. 31 год Господь вел нашу церковь и я думаю, что будет триумфальная и финальная завершение. И я хочу сегодня поделиться пророческим видением не только на следующий год, но и на следующий сезон. Потому что, как человек ответственный, декабрь месяц, это не просто суета, а это время глубочайшей концентрации своего духовного внимания. Куда идем? Какой девиз? Какой пророческий взгляд? И самое главное, Бог, что ты видишь? В нашем будущем расскажи нам, чтобы не вслепую, чтобы не вслепую, для меня это очень важно и принципиально. Поэтому не один день и не одну ночь постоянно в голове и в сердце звучало этот вопрос. Господи, дай видение. Дод редцем. Покажи путь, которым ты поведешь нас. Па-кору ты ведешь мус? Какое слово ты дадешь? Каду варду ты дадешь мус? Малали, что в моей голове может возникнуть. Малали, что в моей голове может возникнуть. Малали, какую мазуху я сам придумаю для тебя. За 30 лет мы придумали очень много и так легко было бы взять с полочки какую-нибудь оригинальную мысль и в новом каком-то обличии в новых декорациях выдать. Но я терпеть не могу фальши и халтуры в служении Божьем. Поэтому я просил Бога и говорил, Бог, дай мне, пожалуйста, ясное понимание какой пророческий взгляд в будущее. И как всегда ответы приходят ночью. Сначала прозвучала очень ясно первая фраза. Сегриду скоро Наку дріз Держи, что имеешь Тур, кто не восхитил Винцат твоего Почти избитая фраза Сколько ее можно было слушать Начинаешь с баптистского периода Сколько раз ты сам ее Цитировал Цик рейс пац ты еси цитая из то Но видители Раньше оно могло звучать как золотой стишок А в этот раз Но прозвучала Как серьезно Придупреждение Как нопитнес Бридинаймс Когда ты площадь Человека Получаешь информацию Тат, как ты Но целовеку Венкарши Саним информацию Реагирует Реагирует Твой мозг Тава смадзинес Сознание Апзиня Но когда Бог говорит Что-то происходит там В духе Что такое дух Это совесть Это интуиция И подсознание Это вот Другой Что такое восхитил Украл Нозага Или как Я начал рассуждать Если корона Это символ победителя Или статус Твоего происхождения Если это Даже спортивный Вариант То у тебя Пояс победителя Украсть твой пояс Никто не сможет Ни один дурак Не попытается Даже украсть Твой пояс Это бессмысленно Поэтому начинаешь Рассуждать Что такое Восхитил Пояс победитель И Начинаешь понимать Практически смысл Того Что вообще О чем здесь речь идет А как стать чемпионом Намного легче Чем Пожизненно защищать Статус победителя И начинешь рассуждать У сады думать Молодец Что ты крутым был вчера Молодец И у тебя были достижения Держи Что имеешь Чтобы быть чемпионом Не только в 90-х Чтобы твой венец Он сохранился до конца А каждые следующие Соревнования Они гораздо серьезнее Я это просто Я еще не проповедую Я просто рассуждаю Я чувствую Что зацепило И когда Господь Начинает говорить Сакронот Он Знаете Это интрига И это некоторая Загатка Я замечаю Такая Божья Педагогика И когда он хочет тебе Что-то сказать Он тебе сразу не раскрывает Что-то Чтобы помучился Немного Чтобы чуть-чуть Мозги напряг Чтобы чуть-чуть Двух свой напряг Что ты имеешь И потом Когда я Стал утром И прочитал Это место Где было Зафиксировано Вот это место Это было место Из Откровения Откровения Яна Третья глава И по сути Это был Фрагмент Филадельфийской церкви Филадельфийской церкви И когда я Прочитал это Паслание И когда я Известировал Шо Вести Я как будто Нернул В определенную глубину Нотеиктой Отдзилюмой Нотеиктой информации Нотеиктой Нотеиктой Откровения Нотеиктой Откровения Я хочу Поделиться С вами Тем Что Бог Откровает Именно в этом Послании Сегодня я не смогу В полном объеме Представить Этого Видения Но по крайней мере Первая часть Пророческого Видения На следующей Сезона Нако Сезона И Называется Это Паслание Сегриду Скоро Держи Что имеешь Наку Наку Дрис Тури Кас Те Вир Дабы Кто Невасхитил Винца Твою Ненолопит Таву Вайнагу Откровем Откровение 3.6.12 3.6.12 Откровение 3.6.12 3.6.12 Имеющий Ухада Слышит Что дух Говорит Церквам И ангелу Филодельфийской Церкви Напиши Филодельфийс Драудс Энджелим Раксти Так говорит Святой Та сака Святой Истиной Истиной Имеющий Ключ Давида Катар Кас Атвер И никто Не затвер У не Невиенс Не Азлайдз Затвер Кас Азлайдз И Невиенс Неатвер Знаю Делатвая Иззин Тавус Дарбус Вот я Атварил Перед Тобою Двери И Никто Не Может Затвар У не Невиенс Не Вар Таз Азлайгт Тав И Сахранил Слово Майя И Не Азлайдз Майя У не Азлайдз Ману Варду Вот я Сделаю Что Из Сатанинского Сборище Из Тех Которые Говорят О себе Что Они Иудеи Но Несут Такови Алгут Бет Мало Вот Я Сделаю Это То Что Они Придут И поклонятся Перед ногами Твои И Познают Что Я Возлюбил Тебя И Как Ты Сахранил Слово Терпение Майя 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 Сахраню Тебя Отгадин Изкушения Парбалтищина Стундом Которая Придет Кас Нак На всю Вселенную Пар Вису Пасаули Парбалтищина Парбалтищина Ум Парбалтищина Ум Вису Его Парбалтище Ы Вису Ум Майя мала Ум Перед нами Муза Парбалтищина Как написано вера отслышания, отслышание от слова Божьего, который сегодня звучит на следующей сезоне. Иисус призвал нас ходить во свете, а не во тьме. Ибо кто ходит во тьме, тот спотыкается. Тот разбивает не только свое лицо, но и свою судьбу. А кто ходит во свете, он сохранит то, что имеет, построит то, что недостроено, и успешно дойдет до финиша. А что значит ходить во свете? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьме. Если мы пребываем в Боге, в Его слове, в Его откровении, тьма раступится. Любой обман разоблачится и восторжествует правду. Бог не творил эту вселенную во тьме. Он творил этот мир во свете. Вот почему в самом начале, он отделил свет от тьмы, и назвал свет днем во тьму ночью. Вот почему мы сыны дня, и мы должны ходить во свете. И совсем не случайно в конце 2020 года, и в начале 2021 года, так же очень бы хотелось отделить свет от тьмы. Хотелось бы отделить информацию человеческую от откровений Божьих, чтобы в следующем году не спотыкаться, и чтобы в следующем году не оказаться жертвой обольщения, пропагандой и манипуляцией. То, что говорят люди, это одно. То, что говорит Господь, это совсем другое. Вот почему нам необходимо перед тем, как начинать Новый год, отделить плевели от пшеницы, мудрой, сходящую свыше от мудрости земной и душевной, и определить свою ясную позицию перед Богом. Внимание на экран. 2021 год. Не для того, чтобы терять и проигрывать. 2021 год. Для того, чтобы удержать дарованной нам от Бога и все преодолевши устоять. Ну а теперь давайте вернемся к этому месту. Откровения 3, 6, и читаем. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Давайте пойдем по кирпичику, разбирая эту важную стену. Разбирая каждую строчку, что стоит за этой фразой. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Гарс сака драудзаем. Плоть говорит одно. А дух говорит другое. И нам нужно сегодня слышать. Не то, что говорят мировые СМИ и запуганные религиозные лидеры. Нам нужно знать сегодня. Не то, что говорят на кухне досужие эксперты или аналитики. Или просто наши все эксперты вокруг нас. Самый достоверный и авторитетный источник информации о текущих событиях является Слово Божье. И то, что дух говорит церквам. Церковь, которая слышит голос в небо, церковь, водимая духом Божьим, становится его устами и проводником его пророческого помазания. Нам все равно, что говорят сегодня люди. Сам Бог отрезвляет нас сегодня как колокольный звон, как на бац звучит сегодня с неба. Имеющий ухо да слышит, что дух говорит церквам. Вот почему необходимо фильтровать информацию, а больше блокировать ее. И говорить, пожалуйста, дух святой, если ты что-то говоришь церквам, а я принадлежу церкви, ну скажи, пожалуйста, что ты сегодня хочешь сказать, каждой церкви у Господа имеется свой персональный месседж. Кефесской церкви церкви была своя послание, а вот сегодня Господь посвящает нам филадельфийское послание. 7. Ангелу филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинной, имеющий ключ Давида, который отворяет, и никто не затворяет, так говорит святой истинной. Хотел бы обратить ваше внимание, что это очень важное слово сочетание, правозглашать истину могут лишь уста святые. Никогда не ищи истину, от уст лживых и безаконных не будет принадлежать объективная истинная. Правозглашать истину могут лишь уста святые. Там, где нет святости, там истины быть не может. Поэтому, хотя со стороны правозглашающего и хоть со стороны принимающего Бог ставит одно общие условия святости святости гармонируют систему блажени чистые сердца они Бога услышат и узрят сам Бог правозглашает как истинный Бог праведный Бог истинный Бог правду только святые могут услышать истину от святых правозглашем правозглашем слуденатой поэтому первая мысль старайтесь иметь мир со всеми и святости без которой никто не увидит Господа ты ты может захлебнуться от избыта информации отец лжи будет еще больш лжи это лож изливать поэтому не зря Иисус сказал Ангелу Филадельфийской и Он говорит нам сегодня с вами святости это условие когда ты сможешь услышать и познать истину истинно гармонирует и тегатит к святому а греховная сущность всегда будет конфликтовать с истиной рожденные от плоти оно будет всегда конфликтовать с рожденами от духа плоти противного духа помышления плотские сути смерти а помышления духовные сути жизни поэтому если мы хотим знать объективную правду истину картину будущего истину который в сердце нашего святого и праведного Бога будьте святы чтобы от святого Бога получить настоящую оригинальную неподдельную правду о нашем будущем дальше имеющий ключ Давидов который отворяет и никто не затворит и никто не затворит меня это утишает что наш Господь святой и источник он контролирует все он знает какие двери в твоей судьбе закрыт а какие двери отверт и в этих случаях только примитивные и ограниченные люди проклинают свою судьбу примитивные и духовные люди они рассматривают это с другой платформы любящим Бога тим которые мил Деву призван по его изволению все задействует к благу и так в руках нашего Господа мускунгрок ключи от всех дверей если говорить почему ключ Давиду это политический термин Давид не был завхозом или руководитель домашний он был президент у президента есть доступ к красным кнопкам у президента есть ключи и к экономике и к вооруженным силам и к финансовой системе поэтому мы должны сегодня с вами друзья понять что кроме конспирологических заговоров существует еще одна конспирология святой и истинный Господь в руках которого ключи политически экономически и финансово государственные и смотрите которые имеют свою логику которые имеют свои планы и с нами он советоваться не собирается как он решил так это и будет какие-то двери он открывает и там такая охрана что Оскару даже нашему не снилась что мы не снилась он не сможем закрыть даже если кто-то пытается никто не открытые Богом двери не закроют а а если Бог решил закрыть эти ворота. Ни одни хакеры, ни одни бандиты, ни какие там спецназы не смогут эти двери открыть. Мы целый год здесь собирались. Нет меня ни одного служения. Я не говорю о крупных вещах, чтобы не витать в облаках. Вот это наш опыт. Весь год, когда сотни церквей согласились уйти в подполе, если Бог открыл эти двери, их никто не закроет. И мы понимаем, что это не просто человеческий фактор. Это фактор сверхъестественный. Что не видно, что не слышно, я не козыряю этим, я констатирую факт, что вся ситуация вокруг нас она имеет сверхъестественное происхождение. Иногда разговариваешься со своими друзьями, как будто атеисты. Но это потому, что с ментами договорились, или потому, что там блат есть, или потому, что то, а Бог есть вообще-то или нет? Уважаемые друзья, Бог и ослицу может использовать, и ворону может использовать. Пожалуйста, посмотрите еще раз. Это послание на грядущий сезон. Вчера это было Филадельфийцам, а сегодня при Балтийцам. Уважаемые друзья, уверуйте, что ключи от всех обстоятельств, от экономики, политики, и всего остального в руках нашего Господа. Какие-то двери сегодня открыты, какие-то двери закрыты, и какие-то двери закрыты. 19 лет для меня закрыты двери в определенные страны и делать мне там сегодня нечего. Малый, что тебе кажется, или мне кажется, что должно происходить, наш Бог знает заранее. Где тебе надо быть, и где тебе быть не надо. Один человек подошел, как мне сказали, Алексей, 20 тысяч евро, и ты будешь въезной. Я смотрю, я не понял, ты брат, или какой-то чекист. Я такими дорогами никогда не ходил. Чтобы открывать, пытаться открывать двери, а потом встать и сказали, Бог чудо явил, братья и сестры, 20 тысяч евро, дал взятку, и двери открылся, и двери открылся. тебя с этой 20 тысячами возьмут как щенка, и потом скажут, вы видите, что они творят. Мы никогда этими дорогами не ходили, и ходить этими дорогами не собираемся. Аминь. Если Бог закрыл, Он посчитал так нужно. Аминь. Если Бог открыл эти двери, двери, значит, Он посчитал так, нужным от нас зависит понимать его волю и исполнять его. И так. Если Бог открыл эти двери, если Бог открыл эти двери, их никто закрыть не сможет. Пожалуйста, вы видите на экране этот тезис. Если Бог открыл эти двери, их никто закрыть не сможет. Ты можешь сейчас просто анализировать свою судьбу. Твой бизнес, семья, возможности, твое жизненное пространство, конечно, все меняется. Какие-то двери закрываются, но какие-то открываются, следи, пожалуйста, ты думаешь, что тебя благословят с той стороны, а там все закрылся, но вдруг благословение приходит к какой-то другой стороне. Следи, внимательно за всеми дверями и не закрываются на одном. Я так привык, что один человек не буду назвать по имени. Вы так, вы знаете, каждый раз на Рождество красный конвертик и там содержание было какое-то. Я был так рад, думаешь, что когда очередно раз, меня поздравили, раз, я трогательный, трепетный, открываю, а как говорится, смотрю в книгу и вижу фигу, просто поздравление, и думаешь, двери закрылись если ты веришь в эти же двери ты дурвис ты пойми, что кроме этих дурвисов есть еще другие дурвисы и буквально через день подходит человек и говорит, пастор вот вас хотят благословить боже, так из того дурвиса гораздо больше пришло чем из первого дурвиса поймите, друзья в самых отчаянных обстоятельствах тот, в чьих руках твоя судьба он тебя не загонит в угол амэн пойми и получи это откровение какие-то двери будут закрыты но какие-то двери будут открыты потому что он все контролирует дальше всеми обстоятельствами в нашей жизни руководить наш любящий Господь Иисус Христос следующий тезис вопрос даже не в том какие границы окружают тебя сегодня главный вопрос что ты там делаешь но ты можешь мечтать о других территориях о других открытых дверях о других открытых дверях вопрос, а что ты делаешь вопрос даже не в этих границах вопрос, что ты там делаешь вот на этой территории вот почему следующая мысль как раз об этом как мы используем дарованные нам сегодня и ресурсы и возможности варчим тупим и пропускаем шансы или же как Иосиф даже в тюрьме в таком карантине и в такой изоляции он развивал свои ресурсы и возрастал как Божий человек как Диева человек знаю дела твои как вы думаете когда прозвучало бы тебе такая фраза когда тебе такая телеграмма как тебе отнаг тату телеграмма какая была бы реакция какая бы реакция реакция могла бы быть разная представьте себе он видит все насквозь он видит все укропные уголки нашей души он смотрит не на лицо он на сердце он самый лучший кардиолог поэтому всякие игры катрас спелес ар Диеву в прятки или в кошки мыши лишены смысла он видит все и знает все и представляете это послание преми это как пророческое слово как часть филадельфийского послания для нас он говорит я знаю все 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 не только мысли от трепетной ажидания награды. Знаю, где Латвии эта фраза должна рождать в нас не подозрение и не страх разоблачение от трепетной ажидания награды. Когда господин раздал таланты и сказал пока я не приду пустите серебро обороты одни рабы так хотели чтобы господин знал их делаю чтобы на пяти таланты парады и еще пять таланты они так хотели бы чтобы он знал их делаю но один товарищ он не особо ждал он что знал что это будет скандал и не лепая глупая разборка и смотрите у ангела филадельфийской церкви было настроение как у доброго и верного раба а чем мы читаем дальше пар кое мы с глазом таланты господин сказали мы знал все знали даже то что люди не знали я все знали религиозные игры закончили Релодичным спелем меня попали. Манипулативная населительная дом всё началось. И что ж вы слышали? Что ж вы слышали? Что ж вы слышали? Ангел Филодельфийская церковь. Филодельфийская церковь. Лудзу узманиву. Что сказала Господь? Что вы говорите кунгс. Ты немноги имеешь силы. И вы знаете давняя спада, что вы нашли слову. И не отрекся от моего имени. Господь здесь не скупится на комплименты и пахвала. Оказывается не всегда избыта помазания, силы, великие знамения и чудеса, заоблачные цифры, и многочисленные стадионы являются главной характеристикой служителя Божьего. Читайте, ты немного имеешь силы. Чуть-чуть подумайте об этом. С позиции нашего уже зрелого христианства мы могли бы рассматривать первую фразу, как недостаток веры, Бог дает силы, Бог дает много. А у тебя немного силы, значит, тебе немного веры. И прочая, прочая чушь. У това турбак, турбак, я не ек. Где масштаб? Где размах? Куда церкви начинают растить, собираться стадионы, и ты сидишь, да, где, что? И Господь подходит и говорит, проще всего. Ты немного имеешь силы. Тебе недолго это скажет. Кому-то Бог это скажет. Он мне это сказал. Я плакал. Я сракрушался. Я сракрушался. Людей. Это одно. Это одно. А критерии. Но нашу Господу. Музыкунга критерии. Это совсем другая. Это совсем другая. И не всегда то, что ценит Бог, не виноват то, ко вертает Деус. Так серьезно ценят люди. И далеко не всегда. И тали не виноват. Что так ценят люди? Которые вертает Деус. Ну что заслуги? Топе, как нопелни. Очень часто. Лоти бежи. Всего видомого. Висам редземаем. Это заслуги самого. Та ирпаша. Нашего Господа. Музыкунга нопелни. Понимательно посмотрите. Следующий вывод. Паскатитесь. Нако шесть. Критерии оценки. Вертаем критерии. Курс лето Деус. Пачаст так отличается. Лоти бежи та аччерас. От тех критерий. Но тьем критериям. Курс измантывается люди. Курс измантывается человек. И так. У так. Как всегда Господь смотрит на. Не на лицо. И даже не на внешние факторы. У под не уз ареи факторы. Он смотрит на сердце. У нас смотрит на сердце. И там он увидел. У ангела филодельфийской. Он там увидел. Такое драгоценное. И что-то такое трогательное. То, что его так впечатлило. И так его взбударошило. Петроич, подойди сюда, пожалуйста. В этом сердце он увидел. В чистом виде. Виņš иераудзи тирава веидом. Откровенную. Отклати. Проверенную. Парбалдіту. Настаящую. Исту. Взаимную любовь. Савстарпе милстиму. Нам иногда кажется. Муж дарвей зликаться. Что это все ерунда. Что это все эмоции. Что это все эмоции. Что это все эмоции. Что там ебнутрис. Ну, Господи, дай нам понимать твою волю. Таву грибу. Дай нам разобраться. Что нравится тебе. А что тебе не нравится. Что является важным. А что является наименее важным. Так вот вам сердце Господь обнаружил что-то такое, что его впечатлило. Таду, которую он иетекмировал. Узкуринал. И родилов его сердце. И родилов его сердце. Целые планы. Веселы планы. Уважаемые друзья. Ценемие драуки. Как защититься. Как защититься. Как устоять. Как поставить. Как победить. Как узварить. В этих сумасшедших условиях. Шиньи арпратийгаях обстоятельств. Мы должны с вами. Мужны понимать, что. Ёсапрот. Больше всего хранима. Каб вайрак пар вису сарга. Хранить сердце свое. Саргать свою сердцу. Откуда. Източники жизни. И победы. Узвара. В этом сердце. Шиньи сердцем. Господь увидел в чистом виде. Тас кунгс иеродзи тирава веида. Я повторяю. Я повторяю. Я повторяю. Проверенную. Парбалдину. Откровенную. Отклату. И взаимную. Узвагу. Узвагу милстиму. То, что Бог нас любит, это все знают. Ту, что Бог нас любит, это все знают. Ту, как Диус мусу мил, то зина виси. Но вопрос, любишь ли ты его так, как он вас любил. Бог увидел эту любовь. В которой нет страха и меркантильных расчетов. Любовь, которая в жизни этого человека, в этой церкви провозгласила главные жизненные приоритеты. Пожалуйста, смотрите. Сохранил и не отрекся. Вот что так впечатляет Господа. Сохранил слову. Саглабай варду. И не отрекся. У не отрекся. От имени моего. Но манна варда. Вот главная доказательница. Был главная из природиума. Наши взаимные любви. Мусу савстарпе и милстимой. Разве тебя не интересует? Ваи ты тебе не интересует? Что ценит Бог в твоей жизни? Ко Диус вертает тава дзиве? На чем мы больше всего должны трудиться? Пи кем мы все вернемся. И работать. Мы так стараемся впечатлить людей. Что забыли, как впечатлить Господа. А Господь говорит. Я ищу. Я ищу. Не только веру на земле. Я ищу взаимности. Как в Псалме написано. Как Псалме написано. Как Псалме написано. Он возлюбил меня. Я избавлю его. Я сахраню его. Уважаемые друзи. Это серьезный вызов. Это серьезный вызов. Для грядущего сезона. Не надо карманы Богу показать. Не надо Богу проблему показать. Не надо Богу проблему показать. Покажи Богу свою любовь. Сохранил слово мою. То, что тебе Бог сказал. Ты не выбросил его. Ты не отрёкс. Потому что отношение к слову. Это отношение к тому, кто это слово сказал. Вы никогда не испытывали такое состояние? Вы никогда не испытывали такое состояние? Когда сидишь в компании. Когда сидишь в компании. И ты что-то очень важное, серьезное говоришь. И вдруг замечаешь, что тебе вообще никто не слушает. Приблизительно это же самое. Испытывает Господь. Куда нам говорит, что-то очень серьезное. И очень важное. А нам до этого вообще пофиг. А нам это вообще не важно. Господь, это хорошо. А вот есть те, кто внимательно. Восходя на эту башню. Ускапь очень не торный. Говорят, говори, Господь. Слушает слуга. На башню взошел. На стражу мою встал я. Чтобы услышать. Что скажет Бог во мне. Какие люди нравятся Бога. Они выживут. Они победят. Они победят. Потому что для этих людей. У Господа приготовлены. Какие-то серьезные бонусы. Какие-то серьезные бонусы. Отчем сейчас мы прочитаем. И так, посмотрите еще раз на эту тезиску. Паскатите еще раз на эту тезиску. Сохранил и не отрекся. Саглабай и не отрекся. Вот что так впечатляет Господи. Сохранил слово мою. Саглабай мою варду. И не отрекся от имени моего. Не отрекся от моего варда. Вот. Лук. Наше главное доказательство. Музы главной. Взаимной любви к нему. Савстарпеясь милстима с природием с Виним. За 31 год. 31 год. Мы не изменили. Слову Божьему. И тем откровением. Которые Бог дал нам. Кто-то ради дружбы с людьми. Как дружбы с людьми. Отказывается от откровения. И теряет то и другое. Завдей ген вену, ген в другу. Но вы сами свидетели. Что мы ради Божьих откровений. Которые Девы от откровения. Теряли и продолжаем терять. Мы теряем десятки и сотни друзей. Но для нас самое важное не потерять дружбу. С нашим Господом. Потому что от него наша судьба. И он это так ценно. Он говорит, если кто-то ради меня. Он говорит, что-то потеряет. Он приобретет миллиону раз больше. Миллиону раз больше. Сегодня Дух Святой. Шоден Святой Гарс. Ревизировать наше. Ревизировать. Богословие. Музу маклибу. И наше отношения. Музу аттекцина. С ним. Ар виню. Знаю, ты Латвай. Зин давз дарбус. Ты немногу имеешь силы. Те у нас дарбус. И сохранил слово моё. И не отрекся от имени моего. Музу ману варда. Музу аттекцина с ним. Музу аттекцина с ним. Миллиону раз важнее. Миллиону раз важнее. Музу аттекцина с кем-то из людей. Это не пафос. Это не самолюбование. Та не пащитизм. Я далек от нарциссизма. Это смысл моей жизни. Та ир ману дзивес јега. И лично для себя. У персони к себе. Я уже давно вывел этот принцип. И своё жизненное кредо. У своё дзивес кредо. Когда ты ходишь перед Богом. Тад, когда ты стаигал Деву премчал. Тад ты сможешь полноцену. Тад ты варёси пилнвёртīги. Служить людьям. Калпот цилвекием. Но если ты ходишь перед людьми. Бет, я ты стаигал цилвеку премчал. Врятли ты сможешь служить Богу. Калпот Девам. Здесь такая тонкая граница. Но мы понимаем. Что главный принцип. Как Богу понравится. Как испатик Деву. Как испечатлить Бога. Как взбударажить Его. Как обратить внимание на себя. Благословение Аврама. Аврам святейбас. Не поминял этот сценарий. И представьте себе Бога Авраму сказал. Ходи передо мною. Будь непорочен. Награда твоя весьма великой. Когда ты ходишь передо мною. И ты непорочен. Ты честен. Ты откровенен со мной. Ты откровенен со мной. Я перед людьми. Покажу. Как я читаю и благословляю. ГОДАЙ УНСВЕКИ. Моих воззлюбленных. Савус имейлотоз. Синавей и дачерей. И вот читаем теперь. Любовь. Филадельфийская церкви. Филадельфийская церкви. Проверена и взаимная доказанная. Парбалдить. Филадельфийская церкви. Читаем. Ласом. Девятый стих. Девито пантиню. Читаем откровение. Девять. Я не откровен. Девять. Господь оценил. Тас кунгс новертей. Эту ситуацию филадельфийской церкви. Шо филадельфийская церкви. Немного силы. Не так уж много. Не так уж много. Движений. Глобальных программ. Глобалу программу. Но есть что-то там особенное. Но есть что-то там особенное. Они меня так обожают. Они хранят мое откровение. И они настырные и упрямые. Вопреки. Множество отступников продолжают любить меня. И поклоняться мне. И он говорит, я. У меня есть. Любимые мои. Мои милые. Возлюбленные мои. Мои ими милые. Я для вас. Я приготовил такой подарок. Который вы даже может быть и не ожидали. Я пророчествую сегодня. У меня пророчествую сегодня. Для всех возлюбленных. И в следующем сезоне. И в следующем сезоне. Будет происходить что-то невероятное. Который выглядела награда. Борщик. Те у нас атана синагога. Из тех, которые говорят о себе. Кас саутс себе. Что они иудеи. Парь ещедем. Но несут таковы аудов. Вот я сделаю то. Господь, как будто дублирует и подчеркивает. Я сделаю то, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают и отзыв, что я возлюбил. Это откровение разрушает привычные харизматические методы евангелизма и пробуждение. Парадокс. Уважаемые друзья, здесь произойдет уникальная евангелизация среди тех кругов, куда твоя нога не ступала. И главный фактор здесь не раздача буклетов. И никто их в церковь из людей приглашать не будет. Вы заметили первых три слова? Вот я это сделаю. Вчера мы бегали за людьми, а сегодня люди побегут сюда из разных компаний. Как здесь написано, это такая компания, это такое болото, где оккультизм, иудаизм, кабала, сатанизм, и все это вместе. Вдруг там, в этом сборище, кто-то скажет, а вы слышали про ту церковь? Филодельфийскую. Да мы знаем, это сектор. Не, 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 не. Знаете, когда Дух Святой программирует ситуацию, когда Дух Святой пленяет помышление в послушании Христу, в лагере наших привычных противников, вдруг обнаружатся наши друзья. Я скажу, пойдем туда. А вы слышали? Возможно, кто-то возразил, но пробуждение среди этих кругов, которые Бог запланировал, уже никто не останется. Это работа Святого Духа. Человеку это невозможно. Богу же все возможно. Мы даже не представляем, какие сюрпризы Господь приготовил для любящих его сыновей и дочерей Божьих. И представьте себе, вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами. Это вообще нереально. Нам это поклонение сто лет не нужно. Расшифруйте это как признание. Расшифруйте это как прозрение, как реформация общественного сознания. Вчера они рулили и философия, и оккультизм, и религия, вся интеллигенция туда шла, и поклонялась, но да, и вдруг там пробуждение, и вдруг там Бог производит такую, таку реформацию, и как у же он цель перед собой уставит, и как у же цель он там ставит, и как у мэрти он нолицит. Его мысли не наша мысль, и пути его не наша пути. ПОДОМАТ ТОЛЬКО ПОДОМАТ ТИКАЙ ГАЗПОДЬ ТАС КУНГС ДАБИВАЮТСА ОДНОЙ ВАЖНОЙ ЦЕЛИ ГАЗПОДЬ ХОЧЕТ ПОДОМАТ ТАС КУНГС ГАЗПОДЬ ХОЧЕТ ПРАДЕМОНСТРИРОВАТ АКРУЖАЮЩИМ ЛЮДЯ СВОЙО БЛАГОВАЛЕНИЕ СВОУ ЛАВВЕЛИБУ И СВОУ ЛЮБОВЬ СВОУ МИЛСТИБУ ГАЗПОДЬ ПЛАНИРУЮТ ТАКОЙ ФЕНОМЕН КОТОРЫЙ БЫЛ ОДНАЖДЫ НА БЕРЕГУ ЙОРДАНА КАДА НАРОД ПРИШЛ И ДАЖЕ НЕ ПОНИМАЛИ КОВО ЙОН КРЕСТИТ И ВДРУГ АТКРЫЛОС НЕБА И ПРОЗВУЧАЛ ГОЛОС ДУХ СВЯТОЙ СОШО СЕЙ ЕСТ СЫН МОЙ ВОЗЛЮБН В КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВАЛЕНИЕ Если Переводить На практически Понятный язык В следующем году Ожидается Что-то серьезное И многие из нас Увидят СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАНИ Людей КОТОРЫХ МЕНЬШЕ ВСЕГО ХОТЕЛИ УВИДИТЬ Из САТАНИНСКОГО ЗБОРИЩА Людям Никогда НИ НА КОМ НЕ СТАВЬ КРЕСТ НЕ УЗВИЯНУ НЕ ЛЕЦ КРУСТО Что Бог МОЖЕТ Из КАМНЕЙ СИХ ВОЖДВИГНУТЬ ДЕТЕЙ АВРАМ За последних ПОЛГОДА КОГО ТОЛЬКО ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО Я ЗАМЕЧАЮ ЧТО ЛЮДИЯ ЧТО ТЯНЕТ СУДА ТАС КАТС КАТС ВИЛИНО ШЕЙЕ Из АКАДЕМИЯ НАУК Из СПОРТИВНЫХ КЛУБАВ Из АПСЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИ Из АТЕРИКИ И КАДАНИ СУДА ПРИХОДЯ КАД ВИНИ АТНАКУ ШЕЙЕ АНИ ЧТО ТЯС ЧУСТУТ У НАС КАЖДЫЙ ВТОРНИК ЭТА ВСТРЕЧА ПРАИСХОТ Они НЕ ИЗ НАШИХ ЦЕРКВЕЙ ЛЮДИ РАЗНЫХ УРАЗНИЯ КТО ТА МГИМО ЗАКОНЧИ КТО ТА УЧИЛСА В ШВЕЦИ КТО ТА РАБОТАЛ ПАВСИМУ МИРУ И МЫ СЕДИМ ЗАДНИМ СТОЛОМ Я УДИВЛЯЮС КАД К ОДНОМУ ЗАШОЛ РУКОВОДИТЕЛЮ ОПЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИ Я СМОРЮТ, ТАМ ИНДИЙСКИЕ БОДИ КИТА СЛАНЫ ТЪТКА С ШЕСТЮ РУКАМИ КАКОТА ТАМ ЭТАТ ДУМАЮ, НУ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И КАДА 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 ОЙ, ВЫ ОСКВЕРНИТЕСЬ Я УМОЛЯЮС И КРЫСА ПРОБЕЖАЛА МИМО ОНА МЕНЯ НЕ ОСКВЕРНИТЕЛЬ Мы знаем, что ТОТ, КТО В НАС Он БОЙШЕ ТОГО, КТО В ЭТОМ МИРЕ И ОНИ ВСЕ ПРИХОДЯТ СУДА ОНИ ВЫХОДЯТ НА ЭТУ СЦЕНУ И ВЧЕРАШНИЙ АКАДЕМИК-АТЕИСТ СЕГОДНИ ГОВОРИТ ЕСЛИ ВСЕВЫШНИЙ НАМ НЕ ПОМОЖЕТ Мы С ВАМИ ПРОИГРАЛИ ИЗИЧНИКИ ВЫХОДЯТ ПАГАНИ НАК И ГОВОРИТ ЕТОТ БОХ Он ВЕЛИКИ БОХ И ДЕВС У ВИНС НО ТЕМ Он СМАТРИЛ МНЕ В ГЛАЗА И ГОВОРИЛ АЛЕКСЕЙ ТУ ПАТ НЕСТАДЪС ПРИКЩА КАДУ ЭРКШЕЙНУ ЦЕЛЮ Я ПРОШОЛ ЧТОБЫ ВОТ СТАБУ СЕГОДНЯ СИДЕЦ ШОДЕН БУТ КОПА РТЕВИ ТУ ПАТ НЕСТАДЪС ПРИКЩА КАКОЙ ТЫ ЧУДОВИЩНЫЙ В САЗНАНИМ МНОГИХ ЛЮДЕЙ С ПОЗИЦИЯ ТЕЙ ЖОЛТАЙ ПРЕСС МНЕ КАЖДАЯ СТУПЕНЬКА НА ТРЕНЪИ ИТАЖ ДАВАЛАС ТИТАНИЧЕСКИМИ УСИЛИЯ И Я БАЯЛСЯ ВСТРЕЧАТС И ПАВЕРЬ ТАКИХ КАК Я ОГРОМНОЕ КАЛИЧЕСТВА ОНИ ОБМАНУТЫ ИХ ОБОЛЬСТИЛИ И ГОДА СМОТРЮ НА ТЕБЯ Я БДУМАЮ СКОКО ВРЕМЕНИ ПОТЕРЯНО ЧТОБЫ ОБЩАТСЯ ПОВЕРЬТЕ, Я ДАЛЁК ОТ САМОРЕКЛАМЫ МНЕ ХВАТАЕТ Я ПРОСТО КОНСТАНТИРУЮ ФАКТ ТОГО, ЧТО В СЛЕДЮЩЕМ ГОДУ МЫ С ВАМИ БУДЕМ ВИДЕТЬ ОГРОМНЫЙ ПРИТОК ЛЮДЕЙ КОТОРАЯ НА НАС НЕ ПОХОЖИ И ЭТА БУДЕТ ТАКАЯ ЭВАНГЕЛИЗАЦИЯ КОТОРАЯ БУДЕТ ЗАВИСИТ НЕ ОТ БУКЛЕТОВ И ОПРЕДЕЛЁНЫХ ПРИГЛАШЕНИ А ЭТА БУДЕТ УЖЕ СВЕРХЕСТЕСТВЕННАЯ РАБОТА ВИВИКОВА СВЯТОВА ДУХА АМЕН И САМАИНТЕРЕСНО ПАСМАТИТЕСЬ РАДИ КАКОЙ ЦЕЛИ СЪЕТА ПРОИСХОДИ ВИСТЕСНОТЕК И ПАЗНАЮТ ЧТО Я КА ЭС ВОЗЛЮБИЛ ТЕБЯ ЭСУ ТЕВИ ИЕМИЛЕЙС ЛЮТИ БУДЕТ ГОРЪТ ЧИСЛИВЧИК ЛЮТИ БУДЕТ ГОРЪТ ЧТО КТО СТАЪТ ЗА НИМ ПЕНТАГОН ПЕНТАГОНС ИЛИ МОСКВА КТО СТАЪТ ЗА НИМ КАС СТАВА З ВИНЕМ МАСОНИ ИЛИ ЕЩО КАКИИТА ТАМ А ЗА НАМИ БОГ СТАЮ И В ЭТОМ ВСЯ ЗАГАДКА ЗНАЕТЕ, ЧТО БОГ ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ? БОГ ХОЧЕТ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ И УСТРОИТ МАНИФЕСТАЦИЮ СВОИХ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ СЫНОВЕЙ И ДОЧЕРЕЙ ЧТОБЫ ПУБЛИЧНО ПЕРЕД ИНТЕЛИГЕНТНЫМИ КРУГАМИ ВЛИЯТЕЛЬНЫМИ И КЛЮЧЕВЫМИ ЛЮДЬМИ В ЭТИХ ОЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ ТО ЧТО БЫЛО И НА БЕРЕГУ ИОРДАНО И НА ГОРЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ БОГ ХОЧЕТ СОБРАТЬ ЭТИХ ЛЮДЕЙ ЭТО ЕГО ПЛАН ЕГО МИССИЯ И ПРОИЗНЕСТИ СЕЙСЬ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ СЫН В КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ ИВО СЛУШАЙТЕ МОЕ ОЧУЩЕНИЕ И МОЕ ПРЕДВКУШЕНИЕ ЧТО АВТОРИТЕТ ЦЕРКВИ ГОСПОДЬ БУДЕТ ПОДНИМАТЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ И ЭТО БУДУЖЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ МЕТОДЫ ЭТО БУДЕТ КАК НАГРАДА ЗА ТВОЮ ЛЮБОВЬ ЗА ТВОЮ ВЕРНОСТЬ ЗА ТВОЁ ПОСЛУШАНИ ЗА ТВО, ЧТО ТЫ НЕ ОТРЕКСЯ И СОХРАНИЛ СЛОВА ГОСПОДЬ ИЗМЕНИТ МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ ГОСПОДЬ СОВЕРШИТ РЕФОРМАЦИУ В СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ И АВТОРИТЕТ ЦЕРКВИ БУДЕТ ПОДНИМАТСЯ ВЫШЕ И ВЫШЕ МЫ БУДЕМ СОЛЬЮ ЗЕМЛИ МЫ БУДЕМ СВЕТОМ ЭТОГО МИРА И ЭТОТ СВЕТИЛЬНИК НЕ НАКРОЕТ НИ ОДИН КАЛПАК ЭТО БУДЕТ ГОРОД СТОЯЩИ НА ВЕРШИНЕ ГОРЫ ПРИНИМАЕСЬ ЛИ ТЕ ЭТО ОТКРОВЕНИ АЛЛЕЛЮЯ 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 ИДАК СОХРАНИЛ СЛОВА МОЁ И НЕ ОТРЕКСЯ ОТ ИМЕНИ МОЕГО СЛЕДЮЩИЙ ТЕЗИС ЗДЕЗ ЗАКОН СЕЙНИЕ ЖАТВА РАПОТА ЗАТО ЧТО ТЫ СОХРАНИЛ ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ, ДАЛЬШЕ ЕСЛИ ТЫ СОХРАНИЛ СЛОВА МОЁ И НЕ ОТРЕКСЯ ОТ ИМЕНИ МОЕГО Я СОХРАНЮ ТЕБЯ И НИКОГДА НЕ ОТРЕКУСЬ ОТ ТЕБЯ АМЕН Ну пусть это ДУХ СВЯТОЙ НАЧИРТАЕТ НА НАШИХ СКРИЖАЛЯХ ЕСЛИ Я СОХРАНЮ СЛОВА ТВОЕ И НЕ ОТРЕКУСЬ ОТ ИМЕНИ ТВОЕГО Я МАГУ РАССИТОВА ЧТО БОГ СОХРАНИТ МЕНЯ И НИКОГДА НЕ ОТРЕЧОТСЯ ОТ МЕНЯ ДАЛЬШЕ ТОГО МАЛО ТОГО МАЛО ТОГО ВЧЕРАШНИЕ ВРАГИ КАПИТУЛИРУЮТ И ПОЗНАЮТ ЧТО Я ЛЮБИМЧЕК ЧТО ТЫ ЛЮБИМЧЕК ЧТО ТЫ ОСОБЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК ЧТО ТЫ ВИП-ПЕРСОНА КОТОЙ БОГ ИМЕЕТ КАКОЕТ ОСОБЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ АМЕН ВЧЕРАШНИЕ ВРАГИ КАПИТУЛИРУЮТ И ПОЗНАЮТ ЧТО С ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ КАРШО ЦИЛВЕКУ КОНФЛИКТОВАТ ОПАСТУ КОНФЛИКТОВАТ ОТОТ БОГ КАТОРАЯ ВАЗЛЮБИЛ ОН ПРОСТА ТАК НЕСТАВИТ АМЕН ВОТ КАКИМ АВТОРИЦЕТАМ БОГ ЖЕЛАЕТ НАДЕЛИТ ЦЕРКА В СЛЕДУЮЩЕМ ГАДУ О БОЖЕ МОЙ УЖЕ ЧАС УЖЕ ЧАС Я ВОВРЕМЯ УЙТУ СА СЦЕН И КАК ВИ ПАНИМАЕТЕ НАМ ПАНАДАБЪТСЯ ЕЩО ТАКАЯ ВСТРЕЧ ЧТОБЫ ДА КАНЦА ДАЙТИ ТОЛКАШТО МЫ С ВАМИ ПРОСТА ПРИКАСНУЛИС И ПОЗНАКОМИЛИС С ОРИГИНАЛИМ И НЕБЫЧНЫМ ГАРАНТИРОВАНЫМ БЛАГОСЛАВЕНИЕМ ГАРАНТАТО СВЕТИБУ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ЦЕРК Это ПЕРВОЕ ЧУДО БОГ ПОДНИМЕТ АВТОРИТЕТ БОГ РЕФОРМИРУЕТ СОЗНАНИЕ ВСЕХ ВРАГОВ И БОГ ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ ЕГО ПРОСЛАВИТ ЛЮДИ НЕ ПОХОЖИЕ НА ТЕБЯ ОНИ ПРИДУТ К ТЕБЕ ПОЕТОМУ НЕ ШАРАХАЙСЯ ЕСЛИ У НЕГУ БУДЕТ МНОГА ТАТУЮРОВАК НЕ ШАРАХАЙСЯ ЕСЛИ У НЕГУ ПИРСИНГ БУДЕТ НА КАЖДАЕМ НА КАЖДАМ ОКОНЧАНИЕ ТЕЛА ЕСЛИ ОН БУДЕТ В СТРАННОМ НАРЯДЕ НЕ ВОЛНУЙСЯ ВСЕ НАРОДЫ ПРИДУТ И ПОКЛОНЮТСЯ ПЕРЕД ТАБО АМЕН МЕ ДАК ВСПОМИНАЕТСЯ ДОКТОР ЛЕСТЕР САМРЕЛ КОТОРЫ ГОВОРИТ Я ПРОПОВЕДОВАЛ НЕ В ТАНЗАНИЯ А ТАН Ну короче на востоке И говорили там дикари Такие голые на евангелизацию пришли Ну этих вот в джунглях Ну я не знаю как Каким надо быть евангелистом Чтобы проповедовать голым грешникам А? Как покаялись же А на следующее служение Уже с листиками пришли Кто им об этом рассказал? Саша это не в тренажерном зале Не в душе А это просто В этих В трущобах Друзья я верю Что сюда будут приходить Такие нестандартные люди Вот то, как насчет геев И этих трансгендеров Я как-то немножко Напрягаюсь Еще не привык Еще, ну Бог, я думаю Нас приготовит Для того, чтобы Всякие грешники Могли приходить Итак Чудо номер два Чудо номер два Итак, я Вспоминаю И дублирую этот Тезис Двадцать первый год Двадцать первый год Не для того Чтобы терять Лай заудету А для того Чтобы удержать Лай noturету И приумножить Все, что Бог нам дал А теперь идем дальше Что же еще было Важного И конструктивного В послании Филодельфийской церкви Десяти Десяти стих И как ты сохранил Слово терпение Моего То и я сохраню тебе От годины Изкушение Парбодишся Стундом Которая придет Кас нагс На всю вселенную Парвису Парбодить Тот, кто живет Вирс земли Прочитайте еще раз Излази Велреи Разве это не актуально Разве это не прикрекается С тем, что сегодня Присходят Парсаутся Ар то, что сегодня Присходят Когда задают Вопросы Когда уздадят Вопросы А когда это Закончится Бет, когда Тас беигсится Читайте Самое интересное Что это уже Канун второго Пришествия Только вникните В смысле Этого слова Это экзамен Для всех Година Парбодис Стунда Она не будет Локальной В нашем городе Или в Европе Или там только В России Ваи тикай Криви Прочитайте Излази Година Парбодис Стунда Она гридет Глобально Глобально На всю Вселенную Потому что Христос Скоро придет И смотрите Кто-то Руководит Да не Ротшильды И не Рокфеллеры Ротшильды И Рокфеллеры Не будут Испытывать Живущих на земле Будет испытывать Тот Парбодис Дев Кто гридет Чтобы потом Судить всех Это Година Искушение Не Година Искушение А година Парбодис Стунда Пожалуйста Ударение Правильно Это Экзамен Парбодис Парбодис Други Сегодня Все Сдают Экзамен Лег Экзамен Байденс Сдают Свою экзамен Он Предстанет Перед Бога И Бог будет С него спрашивать За то Что он Делал Путин Сдают Свою экзамен Тот его защищает Тот топчет Бога ценит Кто он Кас ir Винч Трамп Он сдаст Свою экзамен Церковь Хилсанк Который Перечеркнул Растоптал Трампа В Америке И отдал Голоса За Байдена Эта церковь Будет сдавать Свой экзамен Перед Богом Бог всех Экзамен Врачи Будут сдавать Свой экзамен Наш премьер-министр Будет сдавать Свой экзамен Поймите Друзья Это Искушение Или година Искушение Гриет На всю вселенную Потому что Бог будет Судить Все народы На основании Поступков Которые Делали люди Независимо от того Какой статус Или какую позицию Они заменяют Година Искушения Грядет На всю вселенную Чтобы испытать Не уничтожить Не весь изнечен Бет парбалдить Живущих на земле Господи Расшифруй Кунгс Ачифрэм Анто И смотрите Расшифрэм На то Паљутись Уз то Что завтра Все закончится Сам Духс И то говорит Даже не настраивайтесь Это только начало Это будет развиваться Как вы понимаете Здесь написано Что на всю вселенную Какая-то обрушится Не просто на одну Филадельфию Или на Северную Каролину Не просто на Прибалтику Или на Россию На всю вселенную Обрушится какая-то Чудовищная пандемия Какая-то холера Какая-то чума То ли коронавирус А прощу внимания Телевидение Интернета Тогда не было И в каждой стране Были свои Узко направленные Национальные Прогнозы Так вот Об этом Церковь узнала Не из СНН Эту информацию Они узнали Не из государственных каналов Или Евроньюз Источником Этой важной информации Была пророческая послание Изуст Самого Господа И давайте согласимся Пророчества Почти угрожающе Гандриз Драудош Глобальные потрясения По всему лицу Земли И представьте себе На каком-то Воскресном служении Когда это было тогда Звучит такая Угрожающая информация Грядет година Искушения На всю вселенную Чтобы испытать Живущих На земле Кто-то Скиптически Мог этому Относиться Опять Конспирология Опять Людей в страхе Хотят держать Сегодня мы точно так же Можем рассуждать Но Дух Святой Сегодня Апскоидро Муз Если это говорит Святой Истинный То это Будет происходить Другая Категория Людей Могла на это Наплевать Мы живем В другом мире Бог все Без нас решит А кто-то Может быть Запасы Начал делать Нам и так Хотел закончить Провеческое видение На первой половине Друга Господь Но ты поднимаешь Авторитет церкви Пробуждение Вот эти люди Реформация в сознании Вот такие программы Встреча Божия Ну хватит Точка А Господь говорит Нет не точка Запятая А вторая Второе Пророческое послание Что грядет Година Искушения На всю вселенную Чтобы испытать Всех живущих Об этом мы чуть-чуть Попозже Подробнее Погрев Но Я завершаю Эту вторую Глобальную Мысль И мы не имеем Права Прятать голову В песок Первое Локальное Откровение Первая Награда Церкви Филадельфия Как раз напрямую Связана С этим вторым Откровением Наша защита И безопасность Во время Потрясений И бедствий Зависит От тех же Факторов Как и в первом Случае Вчера Тебя Признавали Или вчера Тебя Признали Ваши Идеологические Враги А завтра Вас признают Эпидемиологические И так же Как Бог Защитил Тебя Вчера Бог Клянется Я буду Хранить Тебя И в условиях Этой Годины Искушения Десятый Стих Давайте Прочитаем Я бы Очень хотел Друзья Чтобы мы Внимательно Сейчас прочитаем Чтобы Дух Святой Помог нам Пропитаться И смотрите Второе Более Глобальное Откровение Оно начинается С тех же слов С того же Комплимента С чего началась И Первая часть И так как Ты сохранил Слово Типа 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 От годины Парбалтищина Стунда Искушения Которая Придет На всю Вселенную Парбалтищина Парбалтищина От ожидания Парбалтищина Типа И никто И никто не собирается Парбалтищина У меня А это Типа 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 Это какая-то Парбалтищина Типа Воду Кровь Они будут стоять На нас За нас Амен И вы помните Последние казни Ангел губитель Навис енджелис Он входил В домах Египтищин Что это было за вирусом Я не знаю Анкология спит Коронавирус Что там было От чего умирали Парбалтищина Никто не знал Но весь Египет Поднял вопль Година изкушений Година изпытаний Сверхестественные Парбалтищины А что было На территории Израиля А там была Тишина А там был свет А там они ели Пасхального Агнца И говорили Мы скоро Уйдем От суда Десять казни Были предназначены Не для Возлюбленного Избранного народа Десять казни Или година изкушений Она была Приготовлена Для Египтищин Я верю Моему Господу Который сказал Что я сохраню тебя От годины Изкушений Нас ожидают Большие испытания Большие потрясения Но я верю И в первое чудо Гарантированное Благодарение Филадельфийской Церкви Для нас Бог поднимет Авторитет Церкви На сверхъесте На сверхъестественном уровне Моя молитва Моя молитва Дух Святой Святой Соверши Пусть в наших церквах Не будет Не будет ни одного Господь Продемонстрирует Эту славу Продемонстрирует Эту благодать Сегодня мы пришли сюда Чтобы благодарить За то, что мы с Ним За то, что мы в Нем За то, что мы в Завете И за то, что Он нас Великий Покровитель И завершая Это Слово Повторяя первую часть Я бы хотел, что мы понимали Дальше Рассуждая глобально Что все эти чудеса Когда Бог защищал Израиль от Этого бедствия И десяти казней Это был канун Изхода Если сейчас мы прочитаем Дальше Первое место Пожалуйста, еще раз Открытие три Вы видите, пожалуйста, на экран Посмотрите Здесь Та же самая картина Что година изкушения Полностью весь текст Полностью весь текст Картина Искушения Это все происходит Накануне Пожалуйста, девятый Десятый и одиннадцатый стих Все это происходит Накануне Второго пришествия Господа Иисуса Христа Смотрите Это десятый Идет Грядет година Искушения На всю вселенную Чтобы испытать Живущие И сразу же Следующий стих О чем говорит Следующий Одиннадцатый Все гряду скоро Одиннадцатый Вынесите, пожалуйста Вот Слава Богу И смотрите Повторяю мысль И точно так же Как эти бедствия в Египте А также манифестация Возлюбленного народа И защита его Происходили накануне исхода Вот это година Искушения Которая грядет на всю вселенную Чтобы испытать Всех Живущих Это все происходит Накануне Исхода Нашего Божьего народа Земли На небесах Потому что Иисус сразу сказал Я гряду скоро Держи Что имеешь Дабы кто не восхитил Венца твоего И пусть Эти отголоски Из будущего Они освобождают нас От каких-то Локальной зависимости Мы готовимся К пришествию Господа Иисуса Христа И пусть это ожидание И пусть это вот Трепетное ощущение Что земля и все дела Они однажды сгорят А мы ожидаем от Господа Домни рукотворенные Наследие Нетленные И мы испытания И проверения Святые и праведные Как написано Духа и невеста Пусть Иисус найдет Нас Достойными Благословенными Которые ожидают Его И пусть наш венец Пусть наша награда Пусть наши привилегии Которые нам Приготовил Господь Чтобы мы никогда Этого не потеряли Но об этом Следующий раз Давайте закроем глаза И помолимся Драгоценный Дух Святой Я благодарю Тебя За это серьезное послание Я благодарю Тебя Господь За то, что Ты вразумляешь Ты не пугаешь нас Ты вразумляешь нас Ты вразумляешь нас Мы просим Тебя Откроем наши глаза И откроем наши уши Чтобы могли услышать Что Ты говоришь Заркла Мы нуждаемся в Тебе Как никогда Помоги нам Сохранить Слово Твое И не отречься От имени Твоего Преображай общественное сознание Вокруг нас И я прошу Тебя Пусть все враги Капитулируют И признают Твой авторитет И Твою победу Я благодарю Тебя За благодать и помазание Которое сегодня Ты даешь нам Чтобы отрезвиться Чтобы видеть будущее И видеть будущее И не одно оружие И не одно оружие Сделая против нас Оно не будет успешным Мы просим Во имя Иисуса Благословения Филадельфийской церкви Пусть по праву принадлежит При Балтийской церкви И всему движению Наполняй нас Наполняй нас славою Твоей Мы поклоняемся Тебе Потому что Ты Бог наш Во славе грядущей Пусть небеса наполняются Твоей славой Изливают ее на землю Дай нам достойно Совершить этот год И вступить как победители Наполненные Твоей славой Откровениями Возлюбленные сыновья И дочери Твои Аллелуйя Ремлю, сей, гриман, гелер Яманда Прославляющих Тебя Ты прославишь И тот, кто хранит Слово Твое Ты сохранишь их И те, кто не отрекся от Тебя Ты не отречешься от них И Ты явишь свою мышцу Спасающую Господь, мы рассчитываем На этих два филадельфийских чудо Мы претендуем на этих два Филадельфийских благословения А не авторитет церкви Непревзойденный Духовный авторитет церкви Которую Ты утвердишь В общественном сознании И Твоя защита и ограда От всякой заразы и чумы И пусть во всех церквах Твоего народа Не будет ни одного болящего Пусть истина Твоя Пусть благодать Твоя Прибывает с нами Давайте встанем Поднимем руки И пусть Дух Святой идет По нашим предам Пусть благодать Твоя Пусть благодать Твоя давайте вместе скажем нынешние временные скорби настигшие тебя в который раз не стоят ничего в сравнении с той славой которая откроется в нас еще раз нынешние временные скорби настигшие тебя в который раз не стоят ничего в сравнении с той славой которая откроется в нас шаги грядущего уже слышны они все громче шаги грядущего содрогающего царство тьмы шаги грядущего шаги его великой армии частью которой к счастью являемся мы еще раз шаги шаги грядущего уже слышны они все громче шаги грядущего шаги грядущего шаги его великой армии частью которой к счастью являемся мы али луя амин амин амин